Настоящие мужчины собрались сегодня в Казанском Кремле. Они играют в хоккей. Жаль, вот только теперь не у нас. Бывшие игроки Акбарса Алексей Морозов и Данис Зарипов получили награды. Севолод Дворкин с подробностями. На их игре выросло целое поколение болельщиков Акбарсов. Это трудно поверить, но связки Морозов-Зарипов в ближайший хоккейный год мы больше не увидим. Теперь они даже не одноклубники. Курс на смену поколений, провозглашенный татарстанским коллективом, совпал с уходом в межсезонье лидеров этого самого клуба. На двоих они провели около 1300 игр, заработали около 1150 очков. И понятно, что такие заслуги перед республикой на высшем уровне не могли не остаться незамеченными. И с пустыми руками из Татарстана их никто не собирался отпускать. По такому случаю в Казанском Кремле даже решили немного отклониться от многолетней традиции. Обычно здесь чествуют спортсменов по итогам сезона, а не за выслугу лет. Но народных любимцев должно проводить с почестями. Президент Татарстана вручил двухкратным обладателям Кубка Гагарина ордена за заслуги перед республикой. До сих пор невозможно поверить в то, что налет от нефтьарены Морозов и Зарипов выйдут в разное время и не в форме Акбарса. Хоккеисты не стали давать обещания не поражать ворота теперь уже бывшей команды, но от возвращения вставший родным город не зарекались. Тем более, что у Даниса Зарипова в Казани осталась мама. Наша карьера на этом не заканчивается, кто его знает. Может быть еще и вернемся. Вернемся. Так что рано еще провожать. Пока так отблагодарили. В нашем городе форварды пробудут недолго. Посол универсиады Алексей Морозов планирует посетить только церемонию открытия студенческих игр. А вот Данис Зарипов запланировал отъезд уже на завтра. Клубные дела обязывают. Игроки с присущей синхронностью, выработанной годами совместных выступлений, отказались от прощального матча, ведь последнего слова на льду еще не сказали. И от идеи повесить под сводометатнефтьарены именные свитера. Я думаю, это хороший пример для детей, даже для наших, для мальчишек, девчонок, которые спортом занимаются. Что через спорт можно тоже добиться орденов, наград. Теперь это не тандем, а два разноплановых нападающих, которым предстоит начать сезон в соседних дивизионах. И главная интрига, кто посетит Казань раньше, пока остается открытой. Календарь континентальной лиги еще не сверстан. Всеволод Дворкин, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан.